всем привет сегодня свяжем такие вот пинеточки уже подобная модель у нас была в более ранних видео вам ее напомню только здесь у нас была застежка больше декоративная а в эти модельки она ну скажем так функциональная на завязочках так вот можно на любой обхват ножки на полноту на любую завязать как необходимо вяжутся они очень просто платочной вязкой вот из такой детальки я вязала пряжей happy baby на спицах номер 3 и набирала 50 петелек вот это вот расстояние это у нас две длины подошвы то есть складываю пополам мы получаем длину подошвы сейчас вам скажу сколько у меня кстати получилось вот у меня колодочка такая она не маленького размера они так хорошо на не натянулись хорошо тянутся и в общей сложности получилось 11 даже 11 с половиной и так мы вяжем начале рассчитываем количество петель и к нам необходимое вяжем прямоугольничек несколько рядов высоту это у нас половина подошвой плюс высота башмачка вот до этой части затем в центре мы сокращаем часть петелек вяжем поочередно каждую боковинку навязываем и путем до набора петель вывязывается вот такие завязочки все далее пинетка сшивается сзади и по подошве вот у нас задний шовчик и на подошве шов получается плоским никакого дискомфорта ребенку не будет если уже стоит на ножке но более подробно смотрите видео я набрала на спицы 50 петель и провяжу 23 ряда платочной вязкой первую кромочную буду снимать последнюю провязывать изнаночной петлей вяжем 23 ряда все лицевые откладываем центральную часть пинетки 20 петелек и по 15 у нас остается на боковинке для наглядности я здесь маркеры поставило петли боковинок вяжем без изменений а петельки центра сокращаем провязывая по 2 петель воды вместе вот эта часть этот центр у нас центра вот этого полотна 20 петелек и эту часть мы вяжем две вместе то есть из 20 петель у нас останется 10 кромочную снимаем вяжем 15 петелек без изменений 15 вместе с кромочной 5 5, 6, 7, дошли до центральных петелек, напоминаю, у нас их 20, и вяжем по 2 вместе, 10 раз, 1, 2, 3, 4, 9, 10, и оставшиеся петельки довязываем без изменений, 15 лицевых у нас осталось, довязали, поворачиваем вязание, и снова 15 петель мы провязываем без изменений, включая кромочную, то есть кромочную снимаем и 14 петель провязываем, закрываем следующие 10 петель на левой спице у нас осталось 15 петелек, мы их просто довязываем лицевыми, у нас вязание разделилось на две половинки, и сейчас мы будем вязать поочередно каждую вот эту половинку, сначала мы провяжем вот эту часть, боковую часть, немножечко поднимем ее и в последних рядах провяжем завязку, потом приступим ко второй боковушечке, провяжем несколько рядочков вверх на ту высоту, на которую вы хотите, то есть мы вяжем вот эти 15 петелек и потом выворачиваем вязание и продолжаем вязать другую сторону, а вот эта половинка у нас пока повисит на спице, я провязала 6 рядов и в этом ряду мы будем вывязывать завязку, для этого провязываем все 15 петелек боковой части, последнюю петлю я провяжу тоже лицевой, потому что она у нас перестает быть кромочной и донабираем на спицу 30 петелек, это тоже как бы количество относительное, плюс-минус, как вам удобно, 1, 2, 3, 4, 5, вот в общем таким образом набираем 30 петелек, набрали петли, поворачиваем вязание, провязываем эти петельки, первую я сниму, аккуратненько придерживаю так провязываем все набранные петли и продолжаем вязать те петли, которые у нас уже были в работе, 15 петелек довязали ряд, вот так у нас получается, что у нас сейчас есть, поворачиваем вязание и вяжем 15-30, вот эти 45 петелек, столько рядов, сколько, ну какой толщины мы хотим завязку, тоньше, потолще, я провязала еще 2 ряда и буду закрывать все петельки, закрываю самым обычным способом, провязываю 2 вместе и петельку перекидываю обратно, просто стараюсь послабее все это делать, чтобы у нас хорошо тянулась завязка, не была стянута по одному краю, так вот до конца, закрываем все петельки, закрепляем ниточку и приступаем ко второй боковиночке, берем отрезанную нитку и вяжем все 15 петель со второй половинки, вяжем симметрично связанные половинки, так ниточку оставляем длинную, чтобы нам хватило зашить, зашить вот эту часть заднюю, зашить подошву, с помощью крючка прячем все хвостики, приступаем к сшиванию, так складываем и нитку изнанкой внутрь, зашивать будем по лицевой стороне, берем ниточку, которую мы предусмотрительно оставили длинной, первым стежком насквозь мы соединяем две половинки и далее напоминаю по лицевой стороне, вот эти ребра у нас, которые образуются с изнаночной стороны, одну петельку, самую крайнюю, мы заводим в нее иголочку сверху вниз, так провели, теперь с другой стороны ряды совмещаем, чтобы у нас шов красивый был, то есть мы берем тот же ряд, также петельку самую крайнюю, вот это вот ребро сверху вниз, сама себя загораживаю, сверху вниз вот так проводим, опять возвращаемся на другую сторону, следующая ребрышко берем, сверху вниз, на другую сторону переходим, не хватило длины светового дня, не очень люблю под лампами тут показывать, что поделать, так сверху вниз, с другой стороны берем ребро, следующий реберный ряд из изнаночных петелек, и продолжаем этот шов до конца, вот до поворота, до пяточки, так шов у нас завернул уже на подошву, и здесь тоже похожим методом, только здесь у нас петельки другие, вот по верхним стеночкам поочередно, за одну, за другую, так вот с одной стороны, то с другой, вот выполняем шов, не доходя немного вот сантиметра полтора, так оставшиеся петельки мы их просто стянем для того, чтобы у нас носик закруглился, точно так же по верхним стенкам набираю иголочкой петельки, протягиваю нить через них, все петлики по окружности набираю на ниточку, и вот так затягиваем отверстие, если не удается до конца его сразу закрыть или вы боитесь порвать нить, можно еще раз пройтись иголкой в эти же петельки повторно, затянули и закрепляем ниточку, на этом все, наш башмачок готов, точно так же вяжем на вторую ножку, не забудьте поставить лайк видео и подписаться на канал, всем пока!